Всем привет! Сегодня готовлю густой джем из черной смородины. Джем получается с насыщенным ароматом ягод и вкусом. Очень густой, плотный, без шкурок и косточек. Готовится быстро и очень просто. Прекрасно подойдет для любой выпечки, либо просто можно намазать на хлебушек с чаем. Смородина сама по себе очень хорошо желируется и густеет. Лучше, чем все остальные ягоды. И тем не менее, стоит обратить внимание на некоторые моменты. Чем спелее ягоды, чем дольше они полежали в тазике, собранные до варки варенья, и чем больше сахара вы добавите в джем, тем хуже он загустеет. Для приготовления джема в кастрюльку высыпаю 2 килограмма смородины. Ягоды я помыла, но некоторые веточки не стала удалять, потому что все равно будем протирать через сито. Сюда же добавляю 200 миллилитров холодной воды, только для того, чтобы ягоды не пригорели. Посмотрите по своей ягоде. Бывает она сочная, а бывает мясистая, густая. Если мясистая густая, то 200 миллилитров воды нужно добавить. Если ягода водянистая, то можете вообще воды не добавлять или добавить 100 миллилитров. На сильном огне довожу ягоды до кипения и кипячу буквально одну-две минуты. Затем быстро измельчаю все погружным блендером. Кстати, обратите внимание, как веточки намотались на блендер. Практически все они удалились из варенья. Теперь эту массу прямо быстро в горячем виде необходимо протереть через сито. Сито я использую не мелкое, а среднее. Обратите внимание, какая густая, плотная получается масса. Уже сейчас на данном этапе вы можете видеть, какой получится джем. Если такая же густая масса, плотная, значит он будет плотный. Если более жидкая, ну значит желе будет немножко пожиже, не такое плотное, не такое густое, но все равно загустеет. Вот такой жмых остается. Еще очень важный момент. Перетереть массу нужно прямо очень хорошо, тщательно, поскольку содержание пектина достаточно высоко именно в шкурке, вот под шкуркой содержится. Поэтому перетереть массу нужно максимально тщательно, чтобы у вас получилось густое пюре. Именно вот все-все-все, чтобы отжалось, чтобы жмых был сухой. Придется потрудиться, потому что если на этом этапе полениться и не тщательно сделать работу, то желе, возможно, загустеет плохо, не так, как вам хотелось бы. Ягодное пюре готово. Посмотрите, какое оно получилось густое. Теперь его необходимо взвесить. На весах взвешиваю только не литровой кружкой. У меня получилось 1,850 ягодного пюре. Сахара добавляю один к одному, то есть 1,850 сахара. Взвешиваю также на весах. Не переживайте, сахара немного, смородина достаточно кислая ягода, поэтому джем в итоге получится с ощутимой кислинкой, кисло-сладкий. Большее количество сахара я добавлять не рекомендую. Пробовала добавлять и 1,5 и 2 кг сахара. В таком случае джем получается менее плотный и к тому же слишком сладкий. Отправляю кастрюлю на сильный огонь. Необходимо аккуратно перемешивать, чтобы сахар растворился и ягодный сок не пригорел, так как он очень густой. Не заполняйте кастрюлю полностью, так как во время варки будет подниматься пена. Кстати, пену я не снимаю, только хорошо размешиваю, потому что в пене содержится много пектина, если вы ее оставите, джем получится гуще. Можно добавлять в варенье кусочек сливочного масла, грамм 20, тогда пенообразования будет меньше, но в этот раз я сливочное масло добавлять не буду. После закипания нужно варить джем на среднем огне ровно 5 минут. Огонь нужно выставить средний или даже медленный. От кастрюли не уходите, данное варенье легко может убежать. За одну минуту до окончания варки добавляю 1 треть чайной ложки лимонной кислоты и хорошо размешиваю. Вы спросите, зачем лимонная кислота, когда в смородине и так своей кислоты достаточно? Лимонная кислота стабилизирует сахарные кристаллы, не даст кристаллизоваться сахару и с лимонной кислотой джем лучше загустеет. Я пробовала варить и с ней и без нее, с лимонной кислотой результат лучше гуще. К моменту окончания варки уже должны быть готовы стерильные баночки и стерильные крышки. Вот так с помощью чистого стаканчика размешиваем наш будущий джем вместе с пенкой захватываем и разливаем по стерильным баночкам. Баночку я всегда наполняю полностью почти, не доходя до верха, буквально 2 миллиметра и закрываю стерильной крышкой. Затем банки переворачиваю и оставляю в таком положении до полного остывания. Хранить такой джем можно как при комнатной температуре, так и в погребе в кладовке. Выход джема из 2 килограмм смородины, 3 банки по 700 грамм, 1 банка 500 грамм и мисочка на пробу. Спасибо, что остаетесь со мной, смотрите мои видео, спасибо за вашу поддержку, лайки и комментарии. Желаю вам удачных домашних заготовок, хорошего дня и отличного настроения. До новых вкусных встреч!